Приветствуем вас на нашем канале. Здесь вы найдете самые полезные и интересные книги бесплатно. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. А еще каждую неделю мы дарим нашим подписчикам ценные подарки. Подробности смотрите в описании к ролику. Приятного прослушивания. Введение. Ответьте честно, вы чувствуете себя свободным человеком. Родись, пойди в детский сад, проучись в школе, поступи в университет, устройся на работу, получай зарплату, иногда ходи в отпуск, выйди на пенсию, а теперь повторяй за мной, я свободен. Это стандартная жизненная схема, по которой живут миллионы людей. Лишь некоторые находят в себе силы отойти от стандартов и жить иначе в свое удовольствие. И только эти люди могут действительно считать себя счастливыми и свободными. А что насчет вас? Вы чувствуете свободу? Вы можете уверенно сказать, что ощущаете полноту жизни? Нет? Каждый день рождения приносит все больше грусть, удрученности и осознания того, что в общем-то ничего за год и не произошло, ничего важного, интересного, памятного. Ваши друзья и родные поздравляют вас с тем, что вы стали на год ближе к визиту дамы с косой. Вы улыбаетесь, благодарите. Но в душе вы ощущаете грусть и ищете ответ на вопрос, а в чем все-таки смысл моей жизни? Жизнь – это бесценный дар, который дает тысячи возможностей ею насладиться. Она одна единственная. Совершенно понятно, что вам хочется прожить ее максимально насыщенно и полно. Вы это прекрасно осознаете, но так тяжело изменить привычное течение, которое стабильно несет вас в никуда. Вы твердо убеждены, что стабильность – это хорошо? Возможно, но что она дает? Уверенность в завтрашнем дне? Никто и никогда не может быть уверен в завтрашнем дне на все сто процентов. Не стоит тешить себя иллюзиями и убеждать, что, имея стабильную работу и твердо стоя на ногах, вы можете назвать себя свободным и самодостаточным человеком. Вам попросту нечего будет вспомнить на пенсии? Что вы расскажете своим внукам? Как каждый день ходили на работу, возили семью летом на недельку на море, строили дачу и выращивали там помидоры? Да, именно это и ждет вас, если вы и дальше будете продолжать молиться на стабильность. А не пора ли просто жить? Ведь смысл жизни заключается в самой жизни. Это данность, которая сама по себе совершенна, и все, что нужно делать, наслаждаться ею и любить каждый прожитый день. Наверняка вы думаете, что не так просто поменять свое отношение к жизни. Действительно, привычка – страшная сила, от которой нелегко отказаться. Вас терзают опасения, ведь придется поменять направление движения реки жизни, и нет никаких гарантий, что там будет лучше. Неизвестное всегда пугает и отталкивает. Это природный рефлекс, функция которого – нас защищать. На самом деле, не нужны кардинальные перемены в обычном образе жизни. Достаточно поменять свое отношение к миру, людям, а главное – к самому себе. Пользуясь несколькими простыми, но важными правилами, вы сможете прочувствовать жизнь на вкус, узнать ее ближе и насладиться настолько, насколько это возможно. Самое главное правило – просто ничего не бойтесь и меньше заморачивайтесь. Только так вы поймете, что значит быть по-настоящему свободным и счастливым. Определитесь, чего вы хотите. Будьте собой и не бойтесь мечтать. Человека можно назвать счастливым, если он не теряет интерес к своей жизни. Не потерять его можно только, если вы знаете, чего хотите, если вы любите себя и жизнь. Но чтобы этот самый интерес появился, нужно попробовать жизнь, узнать, какая она на вкус, почувствовать все ее разнообразные грани и прелесть. Аппетит приходит во время еды, не так ли? Как вы относитесь к себе? Современный мир переполнен всевозможными способами влияния. Телевидение, интернет, красивая реклама в журналах – все это становится причиной того, что многие люди просто теряют себя в этом всем. Нам навязывают мнения, за нас определяют стандарты жизни, невольно заставляют делать и любить то, что на самом деле нам чуждо. Если вы хотите жить полной жизнью, вам в первую очередь нужно освободиться от этих оков, узнать себя, отделить свою индивидуальность от социума и, главное, полюбить себя и научиться ценить. Ответьте себе честно. Вы любите себя. Только честно, не обманывайте себя. Если нет, то поздравляем, вы признали свою главную ошибку. Теперь пришло время ее исправлять. Начнем с пяти простых правил, которые вам помогут понять и начать уважать себя. Правило первое. Постарайтесь понять себя и свои желания. К сожалению, большинство современных людей плывут по течению, которое заносит их в море стабильности, стандартов и скуки. Если вы хотите плавать в просторном океане, а не в тесном море, где плавают все, вам нужно немного покопаться в себе и понять себя. Как только вы поймете, что на самом деле хотите чего-то более интересного и захватывающего, а ведь жизнь полна такого, вы сможете свернуть с общего течения и направиться туда, куда другим закрыта дорога. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что все несчастья и неудачи происходят с вами только потому, что вы относитесь к себе не так, как того заслуживаете. Не каждый может похвастаться тем, что знает себя, уважает. Многие ищут причину всех неудач в себе, чувствуют себя виноватыми. Порой эти чувства приводят к ненависти к самому себе. На самом деле мы не имеем права выносить себе такой приговор, если даже толком не знаем себя. Правило второе. Хватит требовать от себя нереальных вещей. Прекратите предъявлять себе претензии за ошибки и промахи. Не требуйте от себя быть идеальным. Это никому не дано. Каждый человек уникальный, но никто не может уметь все, знать все и никогда не совершать ошибок. Наша жизнь – интересное приключение, полное неожиданностей. Каждый ваш промах – это еще один урок для вас, еще один пройденный этап. Каждая ошибка должна вас чему-то научить, дать вам бесценный опыт, который вы бы никогда не получили, не совершив ее. Будьте благодарны за этот опыт и не тратьте время на самобичевание. Правило третье. Приняв свои ошибки, станьте добрее к себе и миру. Как только вы смирились со своим прошлым, со своими недостатками, станьте добрее к себе. Попробуйте благодарить себя и гордиться собой за каждый маленький и большой успех. Не забывайте быть добрыми к окружающим. Ваша доброта вам вернется с торицей. Правило четвертое. Будьте честными с самим собой. Обман становится причиной зарождения негативных эмоций. Вы начинаете сомневаться в себе, в своих силах. Это не дает вам вдохнуть полной грудью и принять все то, что дает вам жизнь. Будьте честны и вам будет намного проще жить. Правило пятое. Уважайте себя. Теперь, когда вы знаете все свои достоинства и недостатки, когда вы приняли себя таким, каким вас создала природа, когда вы честны с собой, вы можете начать уважать себя, свои новые поступки и действия. Какое значение имеют для вас деньги? Давайте поразмышляем. В чем заключается смысл жизни обычного современного человека? Как правило все стандартно. Выучиться, устроиться на работу, заработать денег, жениться или выйти замуж, купить квартиру, машину. То есть с самого начала нашей жизни мы программируем себя на то, что главное в жизни заработать. Так делали наши родители, так делают все. Если у вас нет своего жилья, можете считать себя несостоявшимся человеком. Мы зарабатываем, пытаемся что-то отложить на черный день, редко позволяем себе маленькие радости, ведь надо купить квартиру. Чаще всего на это уходят годы и все это время человек тянет бремя существования в этом несправедливом и жестоком мире. Как только появляется возможность где-то заработать лишнее, мы хватаемся за эту возможность, чтобы было больше, больше, еще больше. Сосед купил новую машину, а вы все еще ездите на стареньком Форде, не годится. Надо поднажать и себе что-нибудь прикупить, а то не солидно как-то. Вышел новый айфон, пора затянуть поясок и приобрести его, а то что ж вы, лузер что ли? А вот друг вчера в бане случайно проболтался, какой у него счет в банке, у вас чуть челюсть не отпала. Ну вы-то сделали вид, что вам все равно, а сами думаете, надо и мне поднажать на порядок. Подруга отправила ребенка в элитную школу, но забыла спросить самого ребенка, не хочет ли он просто съездить с папой на рыбалку, поиграть в настольные игры, покататься на велосипеде. Зато школа элитная, дорогая. А теперь попробуйте сказать, что вы свободный человек, только не обманывайте себя. Миллионы людей превратили свою жизнь в погоню за деньгами и заточили себя в маленькой тесной камере, где нет яркого солнца, зеленой травы и свежего воздуха. Да, вы можете создать прибыльный бизнес, позволить себе дорогие рестораны, машины, дома, но самое главное пройдет мимо вас. Вы не успеете заметить, как растут ваши дети, какую новую прическу сделала ваша жена, что нового приготовила на ужин. Вы не успеете оглянуться, как постарели ваши родители. Когда вы последний раз им звонили? А ведь они не вечны. Пока вы будете гнаться за деньгами, ваша дочка будет выступать на школьном концерте, а вы этого не увидите. Пройдут годы, у вас будет все, чего вы хотели, но на семейном ужине вам нечего будет вспомнить. У вас не будет ничего общего, памятного. Зато, возможно, вы будете есть из дорогих тарелок ложками красную икру. Конечно, невозможно представить жизнь без денег. Они нам нужны, чтобы удовлетворять элементарные потребности. Деньги – это средство, с помощью которого мы можем реализовать свои желания. Но не превращайте деньги в цель вашей жизни. Это просто средство, на которое вы можете сходить с ребенком в зоопарк, купить удочку, подарить любимый букет цветов или купить родителям что-то вкусненькое к чаю, посидеть, поболтать с ними тихим вечером. Взамен вы получите гораздо больше, чем могут дать деньги. Вы получите удовлетворение, радость, улыбки, эмоции. Все это не продается в магазинах. Это бесценно, а значит гораздо важнее денег. Освободите себя от бесконечного набивания кошелька. Будьте выше этого. Цените не деньги, а саму жизнь. Все прелести, которые она готова вам подарить совершенно бесплатно. У вас есть мечты? Давайте разберемся для начала, что это такое. Мечта – это то самое заветное, сокровенное желание, которое сидит глубоко в вашей душе и надеется на то, что когда-нибудь она все-таки осуществится. Очень часто реализация мечты приравнивается к достижению счастья. В детстве все мы мечтали, но с возрастом эта способность пропадает. Чем старше человек становится, тем с большей опаской он относится к мечтам. Он просто не может себе позволить тратить время на грезы. В первую очередь это происходит от того, что люди просто не верят в себя и в свои желания. Мы привыкаем жить по стандартам, в которых нет места мечтам. Многие полагают, что мечты – это средство сбежать от реальности. На самом же деле это средство, которое позволяет приблизиться к действительности. Но не той действительности, которую рисует нам общество, общепринятые принципы, моральные устои, а к той, о которой вы на самом деле всегда мечтали. Мечтать не значит погрузиться в воображаемый мир и потеряться в нем. Мечтать значит позволить себе получить от реальной жизни еще больше. Ведь желанием свойственно исполняться. Вспомним слова Великого Льва Толстого. В мечте есть сторона, которая лучше действительности. В действительности есть сторона лучше мечты. Полное счастье было бы соединение того и другого. Не стесняйтесь своих желаний. Самому себе вы можете признаться в каких угодно желаниях. Кто-то мечтает о велосипеде, кто-то хочет забраться на вершину горы. Для кого-то счастьем было бы сфотографироваться с любимым певцом или поваляться на весенней травке в лесу. Не забывайте, что вы уникальны, вы особенны и единственны в своем роде. Любите себя и свои мечты. Не бойтесь говорить о своих мечтах. Подумайте сами, как мечта захочет приблизиться к вам, если вы стесняетесь о ней говорить. Каждый человек получает то, что хочет, рано или поздно. Нет ничего плохого или стыдного говорить с кем-то о том, чего вы хотите. Чем больше вы будете о ней думать и говорить, тем быстрее она осуществится. Мечты сбываются. Это факт. Те, кто умеют правильно и продуктивно мечтать, не витают в облаках. Они смело идут навстречу реализации своих желаний. Что же нужно сделать, чтобы мечты начали осуществляться? Предлагаем вам несколько действенных способов, которые вам обязательно помогут. Начните прямо сегодня. Не откладывайте вашу новую счастливую жизнь на завтра, на понедельник. Не думайте, что после нового года что-то само поменяется и начнется новая жизнь. Не надо ждать, когда ваш начальник соизволит дать вам отпуск. Не откладывайте реализацию желаний на то время, когда ваши дети окончат школу и пойдут в институт. Не забывайте, что время идет, а ваша жизнь настолько бесценная вещь, что ее надо дорожить уже сегодня. Хватит ждать какого-то знака свыше, его не будет, потому что только вы можете строить свое счастье. Разделите свои мечты. Многие люди мечтают о чем-то грандиозном и часто даже сами не могут определить, о чем конкретно. Это самая большая ошибка. Если вы мечтаете быть счастливым, объездить весь мир, не ждите, что это произойдет. Определите, что конкретно вам нужно для счастья, куда именно вы хотите поехать в первую очередь. Первый шаг на пути к реализации желаний – определить эти самые желания. Выделите для себя свободное время и ответьте себе на вопрос «Чего конкретно я хочу?». Запишите каждую свою мечту на бумаге, сформулируйте ее, а еще лучше нарисуйте. Определите, какие мечты для вас наиболее приоритетны на данный момент. Приготовьтесь к тому, чтобы достигать их не все сразу, а одну за другой. Поверьте в себя. Если в вашем воображении и сознании возникла мечта, значит она может быть реализована. Просто так они не зарождаются. Если вам кажется, что ваша мечта недосягаема, просто поделите ее на маленькие составляющие. Определите, что нужно для того, чтобы мечта осуществилась. Поставьте себе маленькие задачи на пути к ней и постепенно осуществляйте их. Никто не гонит вас в шею, просто делайте что-то по мере возможности для своей мечты и себя самого. Цените каждое маленькое достижение, любите себя и то, что вы делаете. Начинайте каждый новый день с аутотренинга. Посмотрите на себя в зеркало и просто говорите приятные вещи. Главное правило говорить в настоящем времени. Например, у меня все получается. Удача всегда меня сопровождает. Я горжусь собой и вообще, я красавчик. Еще один эффективный способ осуществления желаний – визуализация. Что это такое? Каждый день в обязательном порядке представляете, будто ваша мечта уже реализовалась. Представляете, как вы гуляете по городу, в котором всегда хотели побывать. Представьте, как вы пьете чай на крыльце собственного дома. Если вы мечтаете найти вторую половинку, представляете ее внешность, голос, характер. Не бойтесь, мечта обязана осуществиться, если вы о ней все время думаете. Никогда не думайте «я буду», «у меня будет», «когда-то я». Думайте так, «у меня есть», «я уже». И каждый день просто говорите себе «я счастлив». Действуйте, забудьте о страхе. Какова причина того, что люди не отказываются от своей привычной скучной жизни, а продолжают плыть по течению в общее море серости и скуки? Возможно, некоторые даже не утруждали себя задуматься о том, какой интересной и насыщенной может быть жизнь. Но основная причина – страх. Многие просто боятся переключиться и начать по-новому воспринимать себя и окружающий мир. Почему же возникает этот страх? Есть несколько основных источников боязни. Неизвестность. Основная часть страхов порождается незнанием. Когда человек впервые что-то делает, кардинально что-то меняет в своей жизни и не знает, какие последствия могут быть, вполне обоснованно появление страха. Негативный опыт в прошлом. Если человек в чем-то потерпел неудачу, испытал боль, обиду, поражение в любом его проявлении, появляется страх испытать это снова. Страх перед смертью. Действительно, этот страх удерживает многих людей перед новым, неизведанным. Именно поэтому многие люди предпочитают вести спокойный, монотонный образ жизни. Не допускают ничего нового, даже если это новое не несет в себе никакой опасности для жизни. Страх возмездия. Как ни странно, в некоторых ситуациях люди останавливаются из-за того, что боятся, что они могут пострадать морально или физически, потому что когда-то сами кому-то навредили. Такое иногда происходит, когда речь идет об отношениях между людьми. Этот страх не дает людям начать новые отношения. Теперь давайте рассмотрим, как можно побороть свой страх и сделать шаг навстречу новой свободной жизни. Страх неизвестности. С этим страхом бороться совсем не сложно. Если вы хотите попробовать что-то новое, но у вас есть опасения, изучите опыт тех, кто уже это делал. Все делают что-то в первый раз и наверняка то, что вы хотите сделать, кто-то уже пробовал. Например, вы хотите написать свою книгу или прыгнуть с парашютом, или пробежать марафон. Поговорите с теми, кто уже это делал. Почитайте о них. Способов узнать о чужом опыте много. Это поможет вам избавиться от страха на 90%, ведь именно неизвестность лежит в основе вашего страха. Если у вас есть какие-то конкретные опасения, например, вы мечтаете впервые выступить на сцене, но боитесь позора, представьте себе свое выступление, спланируйте его. Вообразите разные ситуации, которые могут возникнуть и определите, как вы будете действовать в том или ином случае. Если вдруг все совсем запущено и публике не понравится, как вы спели или станцевали, вооружитесь юмором. Он спас уже немало людей. Если ваше выступление вызовет смех, посмейтесь вместе с публикой. Страх негативного опыта. Проанализируйте свои прошлые действия, найдите причины ваших промахов и ошибок. Затем сделайте правильные выводы и действуйте по другой схеме. Благодаря неудаче у вас появился бесценный опыт, который позволил вам иначе взглянуть на то или иное действие и совершить его правильно в следующий раз. Если же вы не сделаете тщательный анализ своих действий и повторите их, не удивляйтесь, когда наступите на те же грабли снова. Моделируйте ситуацию, представляйте ее в соответствии с вашими действиями и у вас все получится. Страх смерти. Победить этот страх сложнее всего, он сопровождает большинство людей. Это вполне объяснимо, ведь смерть порой приходит совсем неожиданно, когда меньше всего о ней думаешь. В этом факте и заключается ключ к борьбе со страхом оказаться лицом к лицу со смертью. Нужно просто осознать, что в этом страхе нет никакого смысла. Не всегда все зависит от нас, нам не подвластны обстоятельства случайности. Хоть мы и сами создаем свое счастье, судьба тоже принимает участие в нашей жизни. Поэтому просто доверьтесь ей. И самое главное, осознавая, что жизнь бывает непредсказуема, спешите жить. Каждый день для вас должен быть одинаково дорог и прекрасен, чтобы он вам не преподнес. Страх того, что жизнь может оборваться внезапно, должен вас мотивировать, но не замыкать. Страх возмездия. Чтобы побороть этот страх, вам для начала нужно усвоить важный закон, написанный самой жизнью. Это закон причины и следствия. Все, что происходит в вашей жизни, имеет свои причины и, соответственно, следствия. То же самое касается и всех ваших действий. Прежде чем что-то сделать, подумайте о том, какие могут быть последствия. Тогда вам никогда не придется ни о чем жалеть. Еще одно важное правило – не обманывайте себя и окружающих. Страх часто возникает подсознательно на основе совершенного обмана. Не обременяйте себя лишними заботами, проблемами и страхами. Просто живите честно. Не бойтесь, что вы идете не в том направлении. Бойтесь оставаться на месте и пропускать все радости и прелести, которые приготовила вам жизнь. Просто делайте первый шаг. В противном случае в итоге вы пожалеете, что даже не попробовали. Не бойтесь, что у вас что-то не получится. Поверьте, если бы у всех все получалось с первого раза, жизнь была бы куда менее интересной. Не бойтесь, что вас осудят. Более того, приготовьтесь к тому, что вас будут судить. По мере вашего следования по новому пути за вашей спиной будут оставаться все больше людей, которые осуждают, критикуют вас. Но заметьте, за спиной они, а вы впереди. Делайте то, что боитесь делать. Бросайте вызов своим страхам. Тогда ваша жизнь моментально станет гораздо насыщенней и интересней. Если у вас страх перед знакомством с новыми людьми, просто идите и говорите первое слово, а там уже деваться некуда, придется продолжать знакомство. Так вы поднимете настроение и себе, и другим. Не бойтесь того, что вам не удается все контролировать, не все нам подвластно, смиритесь с этим. Но во всем можно найти свои плюсы и преимущества. Главное помнить, причиной всех ваших провалов является сам страх перед ошибками и неудачами. Избавившись от страха, ваша жизнь моментально наполнится новыми яркими красками. Ни о чем не жалейте. Будьте благодарны за ошибки и неудачи. Сколько раз вы думали о том, чтобы вернуться в прошлое и что-то исправить. У каждого из нас были поступки, о которых можно жалеть. Возможно, вы когда-то кого-то обидели, вовремя от чего-то не отказались. Упустили многообещающую возможность или допустили, чтобы вас оскорбили. Подобных ситуаций в жизни каждого было много, и только с возрастом вы постепенно учитесь не совершать глупостей и ошибок. Но давайте подумаем, смогли бы вы этому научиться, не допуская этих самых ошибок? Конечно, нет. Хотя и говорят, что нужно учиться на чужих ошибках, практик показывает, что только наступив на грабли самостоятельно, до нас наконец доходит, что так или иначе делать не стоит. Давайте рассмотрим наиболее эффективные методы, которые помогут научиться не жалеть ни о чем. Забудьте понятие идеал. Ничто и никто не бывает и не может быть идеальным. Прекратите рисовать для себя идеального себя, идеальную жизнь. Пока вы лезете из кожи вон, чтобы приблизиться к воображаемому идеалу, вы не успеваете жить и дышать полной грудью. Хорошо, если у вас получается подойти хоть на пару шагов ближе к своему идеалу. А если нет, тогда рождаются сомнения, разочарования, страх очередных неудач и провалов. Зачем вам это нужно? Полюбите себя такими, какими вас создала природа, она же не зря старалась. Не хотите делать ошибки, чтобы потом не жалеть? Сядьте на диван и сидите там всю жизнь. Не очень радужная перспектива, согласитесь. Так что смиритесь с тем, что в вашей жизни были и будут ошибки, и радуйтесь этому. Если вам это не по вкусу, диван у вас дома наверняка найдется. Хватит причитать. Мыслите позитивно. Как только вы чувствуете, что вот-вот подступит жалость к себе и горькие воспоминания, на минутку отвлекитесь, выдохните и постарайтесь переключить свои мысли на что-то более интересное и приятное. Сначала, возможно, будет непросто, но вы привыкнете. Многие даже получают удовольствие от страданий, купаются в них, но зачем? Смысла в этом нет никакого, не так ли? Хватит себя жалеть. Почему мне так не везет, все люди как люди, а у меня вечно все не так, и девушка ушла, с работы уволили, куда еще хуже. Вот у соседа все получается, и бизнес, и с женщинами все как надо, а я какой-то лузер. А теперь посчитайте, сколько времени вы потратили на эти охи-вздохи и представьте, сколько полезного вы могли бы сделать или хотя бы придумать. Даже если вам лень фантазировать, вы можете 20 раз отжаться или выйти на пробежку. Так и накачайте бицепсы, женщина оценит. Будьте креативны и находчивы. Без этих качеств вам не обойтись в борьбе с сожалениями. Учитесь находить в любом отрицательном событии положительные моменты. Что бы ни случилось, хорошая сторона в этом событии обязательно есть, а если и нет, то ее можно придумать. Почему бы и нет? Например, вы опоздали на самое важное собеседование в вашей жизни. Получив эту должность, вы могли бы просто накопить на квартиру, поехать в путешествие и вообще решить все финансовые проблемы. Но судьба распорядилась иначе и освободила вас от сотрудников-конкурентов, которые так и ищут, где бы вас подставить, от строгого начальника, который бы заставил вас без выходных. Чем вам не плюс? Будьте благодарны за бесценный опыт. Все, что не делается, делается к лучшему. Как бы банально ни звучала эта фраза, но это правда. Каждая новая неудача – это конструктивный опыт, без которого вы, возможно, не смогли бы что-то осознать. Например, вы два года жизни были не с тем человеком, который в итоге оказался совсем не таким, как вы себе представляли. Вам обидно, досадно, но зато теперь вы можете точно сформулировать образ того, кто вам нужен или не нужен. Кроме того, прежде чем жалеть о каком-либо поступке, хорошо подумайте, могли бы вы поступить в той ситуации по-другому. Не тратьте время впустую. Средняя продолжительность жизни современного человека около 60-70 лет. Первые 16-18 лет жизни тяжело назвать осознанными. Возможности выбирать и делать по-своему у нас не так много. Остается в среднем 45 лет. Неужели это так много, что у вас есть возможность тратить драгоценное время на сожаления, горькие стенания и бесконечное ковыряние в себе? С тем, как побороть сожаления, мы разобрались. Но возможно ли жить таким образом, чтобы не было о чем жалеть? Для начала будьте всегда честны с самим собой и с окружающими. Обманы порождают сожаления и накладывают неприятный отпечаток в душе. Рано или поздно вы все равно пожалеете о том, что кого-то обманули. Поэтому просто не делайте этого и не обременяйте себя лишним грузом. Не забывайте проводить время с близкими людьми. Жизнь непредсказуема и не в нашей власти спланировать ее. Ваши родные люди не вечны, поэтому не поленитесь и позвоните родителям, брату, сестре и просто спросите, как дела? Это займет пару минут и в случае чего вы не будете жалеть о том, что были невнимательны к какому-то близкому и дорогому вашему сердцу человеку. Вы слышали когда-нибудь о теории дураков? Нет? Но наверняка не раз слышали фразу «дуракам всегда везет». Так вот, это правда. Людям, которые ни о чем не беспокоятся, как правило, улыбается удача. А еще она, как ни странно, улыбается глупым и слабым. Поэтому если вам кажется, что весь мир против вас, удача явно не на вашей стороне, а судьба только и делает, что подкидывает новые испытания и проблемы, просто знайте, что вы сильный человек. Проблемы всегда даются исключительно по силам. Нужно же вселенной распределить все сложности бытия равномерно на каждого обитателя нашей прекрасной планеты. Поэтому если у вас возникли трудности, можете быть уверены, что вы вполне способны с ними справиться. Вот так и получается, что слабым и глупым людям достаются простые жизненные задачки. Поэтому если судьба преподнесла вам очередной сюрприз, не спешите отчаиваться и сетовать на плохую карму. Вспомните о теории дураков и смело идите навстречу новым испытаниям. Относитесь к проблемам как к интересным задачкам, которые вам предстоит решить. Попробуйте искать нестандартные пути решения и любой ребус не устоит перед вашей смекалкой и находчивостью. Научитесь говорить «да» и «нет», когда это необходимо. Наша жизнь не может протекать без контакта с другими людьми. Мы живем в обществе, и даже если вы намерены вести свободный образ жизни, свободный от всех и всего, вы все равно будете сталкиваться с разными людьми. Очень часто люди, которые нас окружают, просят нас о помощи, просто поговорить, провести время, оценить. Нам тоже часто приходится обращаться к разным людям со всеми возможными просьбами. Это могут быть родные, коллеги по работе, друзья, просто прохожие на улице. Все это вполне нормально и закономерно. Мы ведь не животные, которые живут обособленно и пекутся только о себе. Хорошо, если вы отзывчивый человек, добрый. Приятно помогать людям, но, к сожалению или к счастью, никто не знает наверняка, не все умеют это ценить. В результате вам садятся на голову и с каждым разом вам становится все тяжелее отказать в помощи. Вам говорят спасибо, вы улыбаетесь и отвечаете, да не за что, а сами чувствуете, как груз на шее давит на вас все сильнее. Если вы не умеете отказывать окружающим, готовьтесь быть жертвой и рабом. Если вы не хотите такой удручающей жизни, вам нужно научиться говорить «нет». Это значительно поможет вам в реализации собственных желаний и достижений внутренней гармонии. Не стоит бояться, что своим отказом вы обидите человека, испортите с ним отношения. Если это действительно повлияет на его отношения к вам, следует задуматься, нужен ли вообще этот человек в вашей жизни. Умение говорить «нет» значит уметь выделять приоритеты, отделять важное и второстепенное, срочное от того, что может подождать. Не думайте, что, сделав кому-то одолжение, вы улучшите свою жизнь. Более того, вы можете даже себе навредить. Конечно, в жизни бывает разное, случаются неприятности, когда помощь со стороны крайне необходимо. Или вашего коллегу какой-то угодил сложный проект, который нужно сдать в сжатые сроки, и вы понимаете, что и сами не смогли бы с этим справиться. В таких случаях действительно стоит помочь. Но очень часто за помощью обращаются люди, которым просто лень самим что-то делать. В таких случаях отказ пойдет на пользу не только вам, но и тому, кто просит. Возможно, этот человек, наконец, сделает усилие над собой и сделает шаг навстречу трудностям или проблемам. Вы даете ему шанс стать сильнее. Если вы видите, что человек просто манипулирует вами и перекладывает на вас свою работу, идти на поводу у него просто-напросто глупо. В таких случаях надо отказывать без колебаний. Говорить «нет» бывает непросто. Если вы по натуре стеснительный, слишком мягкий и отзывчивый человек, у вас с этим могут возникнуть серьезные трудности. Не бойтесь, что словом «нет», вы перечеркнете свой положительный образ, и о вас будут плохо думать. Когда вам сядут на голову, о вас будут думать еще хуже. Отказывать не значит быть грубым и эгоистичным человеком. Можно научиться отказывать тактично и только тогда, когда это никому не навредит. Отказывая, вы можете получить гораздо больше, чем сухая благодарность. Больше свободного времени на себя любимого. Не забывайте, что вы живете для себя, для своих радостей и удовольствий. Если вы научитесь отказывать, у вас появится гораздо больше времени на то, чтобы прожить еще один день своей драгоценной жизни. Больше энергии и сил на то, что вам действительно нужно и интересно. Отказывая, вы не только сэкономите энергию на свои дела и заботы. Вам понравится тот факт, что вы сами решаете, что, когда и как вам делать. Вы почувствуете себя более самостоятельным. Больше контроля над жизнью. Каждый раз, когда вы говорите «нет» другим, вы говорите «да» себе, своим интересам, хобби, отдыху, близким, с которыми вам нравится проводить время. Говорить «нет» значит контролировать свою жизнь и свое бесценное время. Потраченные впустую или ради других дни, часы, минуты вам никто никогда не вернет. Больше самоуважения и уважения со стороны тех, кому вы отказываете. Отказывать нужно уметь мягко и тактично. Когда у вас это будет получаться, ваш отказ не будет вызывать обиды и вас не будет мучить совесть. Вы начнете себя уважать. Вместе с тем вас начнут уважать даже те, кто пытался манипулировать вашей добротой и отзывчивостью. Больше вы не будете их жертвой. Больше жизни. Когда вы перестанете тратить личное время на то, что нужно не вам, а другим, у вас появится гораздо больше возможностей. Вы будете делать только то, что нравится вам. Больше не нужно будет ни под кого прогибаться, а значит вам будет легче дышать. Научитесь красиво и тактично отказывать. Вы когда-то подсчитывали, сколько времени вы тратите на чужие желания и просьбы. Если нет, попробуйте, полученная цифра может вас впечатлить. Очень часто отзывчивые и стеснительные люди становятся жертвами эксплуатации на работе, дома, в кругу знакомых. На работе вам наваливают горы работы, которая даже не входит в ваши обязанности. Друзья просят вас посидеть с ребенком, забрать собаку из ветеринарной клиники. Дома вас ни во что не ставят, взвалили все обязанности на вас. Попробуйте проанализировать, сколько времени уходит у вас на реализацию чужих потребностей. Может это вам прибавит уверенности и решимости, чтобы наконец начать говорить нет. Возможно, вам мешает сделать отказ еще и отсутствие собственных планов и желаний. Наполните свои дни всем тем, что вы хотите получить от жизни. Поставьте себе цель. Выполнять эти желания одно за другим. Обратите больше внимания на себя, чем на окружающих. Все-таки это ваша жизнь. Живите своей жизнью, а не чужой. Тогда места для чужих просьб, они будут все заняты. Отказывать будет проще. Научиться говорить нет совсем не значит отказывать всем налево и направо. Не спешите. Выслушайте просьбу. Обдумайте, вписывается ли она в ваши личные планы. Сможет ли ее выполнение быть для вас полезным? Если, например, ваш друг попросит вас вместо него воспользоваться абонементом в фитнес-клуб, чтобы он не пропадал, почему бы и нет? Это пойдет вам на пользу. Выслушав просьбу, подумайте, способен ли просящий самостоятельно это сделать. Если да, не тратьте свое время. Когда вы отказываете, не нужно объяснять просящему, почему вы не можете выполнить его просьбу. Не стоит придумывать басни о том, что у вас нет времени, у вас больная бабушка, за которой нужно присмотреть. Все гораздо проще и не нужно чувствовать себя виноватым. Оправдываясь, вы будете выглядеть жалко и ваш отказ может вызвать только отрицательное впечатление. Нет, это ваше личное решение. Вам не нужно за него извиняться или оправдываться. Если просящий адекватный человек, он воспримет ваш отказ спокойно и не будет думать о вас плохо. Не забывайте, что когда вас о чем-то просят, на вас возлагается ответственность за выполненное действие. Просящий оказывается в выгодном положении, но подумайте, нужно ли это вам. Если вы чувствуете, что вами манипулируют, попробуйте отказать тактично. Вы можете использовать такие фразы. С этим можешь справиться только ты. Я точно не сделаю это так, как можешь сделать это ты. У тебя это точно получится. Я верю в твои силы и способности. Ваша совесть не пострадала, человеку может даже приятно быть от таких слов. Возможно, он вас когда-то еще и поблагодарит за то, что вы дали ему возможность самостоятельно что-то сделать. Говорить слово «нет» совсем не сложно и не страшно. Если вы будете помнить, что это вам во благо, вам будет проще сделать это. Помните, что отказ не значит эгоизм. В первую очередь это умение расставлять приоритеты, уважать свое время, свои желания и планы. Это умение не тратить время на то, что вам не нужно, на то, что не имеет для вас значения. У вас появится гораздо больше времени для себя, своей жизни, которая, как вы помните, единственная, и ее нужно прожить по максимуму. Возможно, сначала вам будет непросто отказывать начальнику, друзьям, родственникам. Но когда вы почувствуете, какие возможности дает простое короткое слово «нет», вы начнете уважать себя за свою силу и твердость. Тогда в вашей жизни будет меньше бессмысленных просьб, ведь окружающие будут больше уважать вас. Научиться говорить «да» тоже не так просто. Если вы привыкли жить по указке, по стандартам, которые написали за вас, вам будет не так легко впустить в свою жизнь новые возможности, новые эмоции. Но когда вы научитесь отказывать тем, кто пытается диктовать вам, у вас появится много свободного времени, много возможностей для того, чтобы выжить из жизни максимум. У вас есть все шансы делать то, что вы хотите, и так, как вы хотите. Главное, не бойтесь этого. Все в ваших руках стоит только захотеть. Откройтесь для новых приключений, путешествуйте, общайтесь с интересными людьми. Скажите «да», и она вас обязательно услышит. Принесите в ваше серое скучное существование много нового и яркого. Раскройте свои таланты и развивайте их. Они даны не просто так. Каждый человек рождается с ценностью, которую тяжело приобрести в течение жизни. Никому ее не отнять, она всегда будет с вами. Главное – уметь ею пользоваться. Речь идет о всем известном понятии «таланта». Все о нем знают, но не все пользуются своими возможностями. Поэтому в мире столько несчастных людей, которые занимаются ничем хотелось бы. Они всю свою жизнь словно не в своей тарелке, а с каждым годом вырваться из этих оков становится все труднее. Так таланты просто пропадают. Каждый из нас талантлив по-своему. Бывают интеллектуальные, артистические, физические таланты, социальные или личные. Не обязательно быть всем известным своим талантом, вы можете быть талантливым интровертом. Ваш талант может приносить вам деньги или просто удовольствие. Но согласитесь, работа, которая вам нравится, получается и помогает совершенствовать ваши навыки – это идеальная работа. Таланты могут быть явными, например, хороший слух и голос, любовь и умение красиво рисовать. Но бывают и скрытые таланты, которые нужно искать в себе и работать над ними. Итак, как же определить свои способности и что нужно сделать, чтобы их развить? Предлагаем несколько правил, которые вам обязательно помогут. Попробуйте. Только так вы узнаете о своих способностях. Вы зря утверждаете, что у вас нет таланта в музыке или танцах. Вы хотя бы пробовали. Вы не узнаете о своих возможностях в игре в шахматы или баскетбол, пока не испытаете себя в этих видах спорта. Пробуйте себя в любом виде деятельности, если у вас нет никаких явных талантов вроде невероятной гибкости тела. Не бойтесь проверять себя, испытывать на смелость физические или интеллектуальные склонности. Иначе вы так никогда и не узнаете, какие у вас таланты и способности. Вы же не хотите этого? На это может уйти немало времени, но результат вас, несомненно, порадует. Чтобы ускорить процесс поисков, поставьте себе задачу. Каждую неделю пробовать какой-то новый вид деятельности. Не факт, что вы вдруг обнаружите что-то необычное в себе, но наверняка вам что-то понравится и это захочется повторить. Например, вы увлечетесь игрой на фортепиано, вам обязательно захочется пробовать еще и совершенствовать свои навыки и умения. А может это вам покажется скучным, а вот катание на велосипеде вызовет массу положительных эмоций. Тогда почему бы не заняться велоспортом или экстремальными катаниями на велосипеде? Таким образом, у вас есть все шансы наткнуться именно на то, что вас больше не сможет отпустить. Встаньте со своего любимого дивана и откройтесь для новых испытаний и приключений. Не бойтесь набить шишки в прямом и переносном смысле. Сходите на рыбалку, попробуйте себя в альпинизме, станьте на лыжи, на ролики, на все, на что только можно стать. Приготовьтесь к падениям, неудачам. Но что-то вас должно заинтересовать, что-то, в чем скрыт ваш талант. Начните с простого. Понаблюдайте за собой, за своими ежедневными действиями, которые делаются сами по себе. Может быть, вы любите напевать в душе, танцуете под любимые песни, даже когда моете посуду или чистите зубы, или у вас привычка рисовать разные эскизы, пока болтаете по телефону. Так зачем далеко ходить и пытаться выжать из себя что-то незнакомое и чуждое вам? Часто ответ на вопрос лежит буквально под носом. Развивайте этот талант. Запишитесь в танцевальный кружок, в художественную школу или занимайтесь с преподавателем по вокалу. Вспомните, какой у вас был любимый предмет в школе. Может, стоит развить этот интерес? Не забывайте прислушиваться к окружающим. Иногда они невольно дают подсказки и наталкивают на разумные мысли. Двигайтесь от простого к сложному. Если вас всегда привлекала сцена, вы всегда мечтали там оказаться, но вам мешала предательская застенчивость, бросьте ей вызов. Не спешите отказываться от своей мечты. Делайте назло своим страхом все, чтобы реализовать ее. Вы написали книгу, но никак не осмелитесь выпустить ее, потому что боитесь, что читатель ее не воспримет должным образом? Но вы же никогда и не узнаете об этом, если не попробуете. Неужели вы полагаете, что известный всему миру гитарист Джимми Хендрикс родился с гитарой в руках? Он тоже учился играть, пробовал и совершенствовал свое мастерство. А вот актер и голос Джеймс Джонс, который озвучивал Дарта Вейдера, вообще был заикой в детстве. Кто бы мог подумать? А сейчас он известен всему миру. Делайте выводы. Присмотритесь к своим, так сказать, навязчивым интересам. Вы не можете пропустить мимо ни одной новости о знаменитостях, знаете о них все, и ваши друзья даже советуют вам провериться у доктора на адекватность. А почему бы не связать свой интерес с талантом? Вы ведь можете и сами писать новости или, например, стать критиком? Или вы настолько любите кино, что не пропускаете ни одной премьеры? А может, ваш талант запрятан именно в киноиндустрии? Отмечайте свои маленькие успехи. Отмечайте – это не значит закатывайте вечеринку каждый раз, когда у вас что-то получилось, хотя это тоже вариант, конечно. А если что-то не получилось, не расстраивайтесь. Сфокусируйтесь на том, что вам удалось, даже если это совсем незначительное достижение. Ведь и Рим строился не за один день. Однажды у вас получится испечь вкусный торт, а через какое-то время вы откроете свою кондитерскую. Талант можно слепить больше креатива и неохотчивости, и у вас получится. Если с поисками таланта возникли трудности, воспользуйтесь дополнительными средствами. Например, вы можете пройти тест, который поможет определить особенности вашей личности. Цель подобных тестов не в определении самого таланта, но с их помощью вы сможете узнать, к чему у вас есть врожденные способности. Вы определите, в какую сторону вам стоит двигаться. Подобные тесты часто применяют на собеседованиях, чтобы узнать о возможностях и способностях потенциального работника. Среди таких тестов наиболее эффективным принято считать тест Майерса Брикса, который определит тип личности. Согласно тесту, все люди условно делятся на 16 типов. Узнав, к какому относитесь вы, вы сможете определиться в сфере своих поисков. Еще один эффективный тест был разработан Дэвидом Кейрси, который делит людей по темпераментам и наклонностям. Если вы можете похвастаться наличием хорошего друга или близких людей, которые желают вам только лучшего, вам повезло. Со стороны иногда гораздо лучше видно, к чему у человека есть скрытый талант. Вы можете даже не замечать свои способности, которые видны со стороны. Например, вы могли бы и не заметить свои ораторские или организаторские способности, если бы вам о них не сказал ваш друг. Поэтому не пренебрегайте чужим мнением. Прислушивайтесь. В поисках таланта иногда следует учитывать не только ваши преимущества, но и недостатки. Ведь они могут стать главным козырем в вашем личностном развитии. Представьте, что единственная возможность успешного поиска таланта заключается в преодолении каких-либо препятствий. Вызовите на бой свои комплексы, недостатки и победите их. Если вы страдаете чрезмерной стеснительностью, выступайте на сцене. Если у вас небольшой рост, играйте в баскетбол, если он вам так нравится. Если бы Майкл Джордан, которого в свое время выгнали из команды, не был настойчивым, вы о нем никогда бы не узнали. Слебой гитарист Вилли Джонсон не стал бы известным во всем мире. Впечатлите самого себя и окружающих тем, чего от вас никто никогда и не ожидал. Наиболее важный и ответственный этап – развитие собственных талантов. Если вы думаете, что самое сложное позади, вы ошибаетесь, все только начинается. Чтобы развить талант, вам понадобится желание и усердие. Ваш талант – это семя, которое нужно суметь вырастить. Если за ним хорошо ухаживать, вовремя поливать, удобрять, оно вырастет в большое дерево, которое вскоре даст свои плоды. Учитесь у других. Не стоит пренебрегать чужим опытом в вашем таланте. Не стесняйтесь учиться новому у других талантливых людей. Будет еще лучше, если у вас будет наставник в вашем новом деле, который сможет указать на ошибки и направить в нужное русло ваш талант. Приготовьтесь к тому, что чем дальше вы будете продвигаться в развитии своих талантов, тем более сложно вам будет казаться ваше новое занятие. Талант – это начальная стадия, после которой следует навык и только потом умение и способность. Путь от первой ступеньки к последней будет тернистым и непростым, но это не должно вас сбивать с толку. Постарайтесь относиться к каждому новому этапу с интересом и желанием его преодолеть. Какими талантами вы бы ни были, без тренировок и практики ваш талант может просто пропасть. Учитесь любить жизнь и каждый ее миг. Говорите спасибо за каждый прожитый день. Начать выжимать из жизни максимум, который она вам может дать, не так сложно, как вам кажется. Главное – просто начать это делать. Сегодня. Прямо сейчас. Не нужно строить грандиозные планы, расписывать свою стратегию, которая поможет вам свернуть на новый полноценный жизненный путь. Главное правило, которое вам нужно усвоить – полюбить жизнь. Вам будет непросто, если вы будете следовать советам психологов, которые предлагают пошаговые инструкции и проводят тренинги. Тогда у вас есть все шансы засыклиться на этой задаче, и вы снова попадете в заточение, из которого так и не выберетесь. Но вы же не хотите поменять шило на мыло. Нет, поэтому просто будет проще меньше заморачиваться и впустить ваше бренное существование свежего воздуха и насыщенных красок. Прекратите держать все под контролем. Вы от этого не устали? Никто не способен проконтролировать все, и вам не подвластно знать, что запланированное будет происходить именно так, как вы это представляете. Будьте более гибкими, умейте подстроиться под обстоятельства. Просто принимайте их. В противном случае вы просто будете раз за разом разочаровываться, ломаться, забиваться в угол от очередной неудачи. Все происходит так, как должно происходить. Не бойтесь перемен. Все они происходят во благо. Если вас уволили с работы, порадуйтесь возможности найти лучшую, более интересную, которая соответствует вашим запросам. Не бойтесь вносить перемены в ваш повседневный режим. Когда вы живете по графику, и за дня в день вы превращаетесь в робота. Что может быть хуже для живого человека? Хотя бы попробуйте поесть в другом кафе во время обеденного перерыва. Может быть там вы познакомитесь с интересным человеком или попробуете новое блюдо, которое станет вашим любимым. Будьте открыты к переменам, и тогда они принесут вам положительный результат. Как ни крути, но не бывает жизни без проблем. Все мы сталкиваемся с большими и маленькими трудностями. Но не все умеют на них правильно реагировать. Помните, что только 5% проблем можно решить, остальные 95% решаются сами собой. Кстати, прежде чем говорить, что у вас возникла проблема, проанализируйте ситуацию. Возможно, вам показалось, и на самом деле нет никакой проблемы. Не накручивайте себя. Если все-таки проблема есть, и ее нельзя опускать на самотек, сосредоточьтесь на ней и постарайтесь решить как можно быстрее, чтобы забыть и жить дальше. Балуйте себя. Давайте себе отдыхать столько, сколько того требует душа. Не жалейте времени на прием ванны, не жалейте времени на уход за собой, своим телом и разумом. Умейте останавливаться и просто отдыхать. И пусть весь мир подождет. Не будьте жадиной для себя. Если вам хочется купить новую сумочку, купите. Этого удовлетворения вам хватит надолго. Не спешите и не суетитесь. Если вы опоздали на автобус, разве это так страшно? Придет другой. А чтобы не опаздывать, попробуйте выйти из дома на 15 минут раньше, и вам не придется бежать, сломя голову. У вас будет возможность насладиться прекрасным днем. Вы сможете услышать пение птиц. Заметите, наконец, что ваша соседка каждый день выгуливает собаку. Вы сможете настроить себя положительно на новый день, что невозможно сделать в спешке. Все это мелочи, но они важны. Любите свое тело. Речь идет не только о том, что нужно любить свою внешность. Это само собой разумеется. Не забывайте радовать свой организм полезными физическими нагрузками. Они способны не только укрепить ваше здоровье, но и поднять настроение. Утренняя пробежка или пятиминутная зарядка прибавит вам бодрости. Перед сном прогуляйтесь по улице так, вы обогатите свой организм кислородом, после чего вас ждет крепкий здоровый сон. Если же для вас это все скучно, включите любимую музыку и танцуйте. Питайтесь здорово. Природа создала все, что нужно нашему организму. Тогда зачем изобретать велосипед и травить себя искусственно приготовленными продуктами? Не жалейте времени для сна. Если вы не будете регулярно высыпаться, приготовьтесь к плохому настроению и угнетенному состоянию. Что касается внешности. Вам нравится свое отражение в зеркале? Если да, это замечательно. А если нет, почему вы к себе так плохо относитесь? Разве вы этого заслужили? Если бы в нашем мире все сводилось к внешности, исход судеб был бы предопределен с самого начала. К счастью, все решает ощущение самого себя, своего места. Все то, что внутри вас. Если кому-то не нравится ваш нос, уши или лишний вес, это его проблема, которая сидит в его сознании. Потому что больше там ничего не может поместиться. Люди, которые любят себя и свою жизнь, не тратят время на глупые сожаления о том, что природа их чем-то обделила или наоборот переборщила. Нельзя себя не уважать настолько, чтобы подчиняться стандартам, которые написаны непонятно кем. Мерлин Монро была далека от стандартов, но это ей нисколько не помешало стать кумиром миллионов мужчин и женщин. Анфиса Чехова – счастливая жена, мама и актриса, и она этого добилась только тогда, когда приняла себя и полюбила, хотя всю жизнь мечтала похудеть. Бетховен потерял слух, и это не помешало ему создать свои гениальные шедевры. Сервантес потерял левую руку в сражениях, после чего начал работу над известным романом о Дон Кихоте. Английский физик Стивен Хокинг двигает только пальцами правой руки, при этом он даже не может говорить, но он добился того, что заслужил должность в Кембриджском университете, которую занимал Исаак Ньютон три столетия назад. Вам все еще не нравится ваш нос и кривые пальцы на ногах? Проводите больше времени на природе. Нам очень повезло, у нас есть все, в прямом смысле слова. В нашем распоряжении несметные богатства, которые способны удовлетворить все наши потребности. Так почему бы не открыть для себя этот прекрасный мир, в котором есть моря, океаны, горы, равнины, небо? Вы привыкли к своему парку возле дома и думаете, что отдыхаете на природе, когда идете через него с работы? Вы думаете, что дышите свежим воздухом? Свежий воздух вы почувствуете там, где вашей душе будет просторно. Постарайтесь почаще выбираться куда-то, куда не добралась цивилизация, где нет места машинам суете. И для этого совсем не обязательно много денег. Просто насладитесь ярким цветом свежей сочной зелени. Лягте на травку и смотрите в небо. Считайте звезды, наслаждайтесь прохладой морской воды, в конце концов пожарьте шашлык с друзьями где-то на берегу реки или озера. Вы почувствуете себя совсем иначе. Вы почувствуете свободу. Посмотрите на карту мира. У вас не так много времени, чтобы откладывать свое с ним знакомство. Так что поторопитесь. У вас ждут новые страны, новые знакомства, новые культуры. При этом совсем не обязательно откладывать деньги на дорогие путевки. Вполне реально путешествовать на скромные суммы. Познакомьтесь в сети с человеком, который разделяет ваши жизненные принципы. Пригласите его в гости, съездите к нему в гости. Это будет интересный опыт, который запомнится вам на всю жизнь. Сотни людей путешествуют автостопом. Чем вам не нравится крепкий сон в туристической палатке? Рюкзак на спину и вперед, в поход! Проводите меньше времени в интернете и не смотрите телевизор. Пожалуй, самое полезное, что вы можете найти, это познавательные каналы. Остальное – мусор. Вы же не держите мусор дома, вы его выносите на свалку. Зачем же держать моральный мусор в своей жизни? Избавьтесь от него, и вы сразу заметите, что ваша жизнь стала чище. Не смотрите новости, там редко показывают что-то хорошее, а ваша жизнь не создана для негатива. Не смотрите телешоу, пожалейте свое время и не тратьте его на чужую жизнь, у вас есть своя. Интернет нужно использовать только тогда, когда вам это действительно нужно. В сети можно подчеркнуть для себя довольно много интересного, но не застревайте там. Обращайтесь за помощью этого блага цивилизации только в тех случаях, когда это действительно необходимо. Не тратьте время на социальные сети. Если вы начинаете свой день с просмотра сообщений ВКонтакте, твитов, друзей, лайков, фотографий в Инстаграм, срочно прекращайте эти бесполезные занятия. Попробуйте посчитать, сколько времени вы тратите каждый день на социальные сети. А теперь представьте, сколько интересного и полезного вы бы могли сделать за это время. Социальные сети лишают вас очень многого, даже общения. Переписка в интернет обманчива, ведь в виртуальном мире люди часто совсем не такие, как в реальной жизни. Там можно быть кем угодно, каждый раз менять себя в зависимости от ситуации, чтобы в любом случае оказаться в выгодном положении. Так делают люди со слабым характером, которые не умеют жить своей жизнью. Особенно глупо общаться с друзьями и близкими, которые находятся в зоне досягаемости. Вы получите гораздо больше удовольствия, если пойдете с этим человеком в кино или просто посидите на лавочке в парке. Кроме того, в социальных сетях очень много мусора, которым вы набиваете свое сознание и в результате жизни. Неужели вам не жаль тратить свое время на чтение глупых, бесполезных новостей и просмотра сотни новых фотографий так называемых друзей? Почему так называемых? Потому что настоящие друзья могут позволить выделить свое время, чтобы приятно провести с вами время. Если им лень, стоит ли называть их друзьями? Кстати о лени. Фейсбук, Инстаграм, Вконтакте, Твиттер – все это источники лени, которые привязывают вас к столу, а еще хуже к дивану. Каждый день вы наполняете себя мусором, и на вас наваливается лень. Лень действовать, лень менять что-то, лень хотеть чего-то. Это ужасное чувство распространяется на все сферы вашей жизни. Вы посмотрели чужие фотографии, нелепые видео, снятые непонятно кем, сделали вид, что неплохо провели время и заснули. Но может хватит быть зрителем? Пишите сценарий собственной судьбы. Очень глупо потратить годы на чужую жизнь и отходы в социальных сетях. Если у вас совсем не хватает сил и воли, чтобы отказаться от ежедневного, а то и ежечасного захода в интернет-ловушки, заблокируйте вход на эти сайты. Будьте благодарны за каждый прожитый день. Ваша жизнь – это большой дар, который стоит благодарности. Каждый день – это новый шанс. Каким он будет, зависит от вас. Но не расходуйте этот день впустую. Это просто неуважение к себе. Не забывайте говорить спасибо за все, что у вас есть. Не жалуйтесь, что у вас чего-то нет. Будет. А если не будет, значит, это вам и не надо. У вас уже есть все, чтобы жить полноценной жизнью. Сама жизнь. Неважно, кого вы будете благодарить – Бога, Вселенную, Космос, Судьбу. Можете просто посылать благодарность в никуда. Но не забывайте это делать. Это поможет вам понять, что у вас есть на данный момент многое для того, чтобы считать себя счастливым человеком. Каждый раз, когда вы мысленно будете говорить спасибо, вы будете искренне чувствовать радость и удовлетворение. Подводим итоги. С чего начать полноценную жизнь? Итак, давайте сделаем выводы из всего вышесказанного. Сказано было много, но с другой стороны о том, насколько прекрасна жизнь, можно говорить еще больше. Давайте подведем итоги и выделим 10 наиболее важных правил, о которых нельзя забывать, чтобы суметь выжить из жизни по максимуму. Правило первое. Любите себя. Вы прекрасны. Если вы до сих пор этого не поняли, поторопитесь, время идет. Любите свое тело и свой разум. Балуйте приятными мелочами. Помните, что жизнь – театр. У каждого своя роль. Поэтому будьте собой, не отбирайте роли у других. Будьте честны с собой и с окружающими, и вам сразу будет легче дышать. Не суетитесь, иначе в спешке вы пропустите много важного и значимого. Правило второе. Мечтайте. Помните, что мечты – это не побег от реальности, это движение навстречу своей собственной действительности. Летайте в облаках. Поучитесь этому у детей. И не стесняйтесь говорить о своих мечтах. Они особенны так же, как и вы. Правило третье. Не бойтесь никого и ничего. Страх – предательское чувство, которое должно нас оберегать от негативных последствий. Но вместо этого страх не дает возможности получить от жизни больше, он сковывает вас. Забудьте о страхе. Делайте то, что подсказывает ваше сердце. Бойтесь не падений, а страха упасть. Правило четвертое. Не жалейте о прошлом. Самобичевание еще никому не приносило пользы и вам не принесет. Все, что сделано, уже нельзя поменять и переделать. Примите этот факт, смиритесь и не зацикливайтесь. Это забирает много времени и сил, которые можно потратить на более приятные вещи. Правило пятое. Не расстраивайтесь из-за неудач. Хватит плакать и жаловаться на судьбу. Хватит завидовать тем, у кого есть что-то, чего нет у вас. Значит, вам это не надо. Каждая неудача – это просто очередной урок от жизни, который просто нужно усвоить. Ищите во всем плюсы. Если их нет, придумайте. Мыслите положительно, потому что мысль материальна. Правило шестое. Уважайте себя. Умейте отказывать, не давайте вами манипулировать. Уважайте свое время, не тратьте его впустую на то, что вам не принесет никакой пользы и никакого морального удовлетворения. Вы живете не для того, чтобы приступать через себя и прогибаться под чужие желания и требования. Правило седьмое. Раскрывайте в себе таланты. Тогда вы сможете делать именно то, что вам нравится и подходит. Если вам надоело изо дня в день делать то, что вам чуждо, перестаньте это делать. Ищите себя и найдете то, что принесет вам радость и удовлетворение. Правило восьмое. Впускайте в свою жизнь новое. Не отказывайтесь от возможностей, не отталкивайте новых людей, ведь они появляются в вашей жизни не просто так. Путешествуйте. Говорите жизни «да». Танцуйте. Пойте. Смейтесь. Гуляйте. Общайтесь с людьми. Наполняйте свою жизнь до краев. Правило девятое. Не идите на поводу у стандартов. Не уподобляйтесь стандартным инстинктам. Будьте индивидуальностью, со своим взглядом на себя и на свою жизнь. Не поклоняйтесь деньгам. Это лишь средство достижения целей, а не сама цель. Не смотрите телевизор, проводите меньше времени в интернете, особенно в социальных сетях. Все это мусор, который нужно выносить из своей жизни. Правило десятое. Цените свою жизнь. Будьте благодарны за все, что вам преподносит судьба, даже если это что-то с отрицательным оттенком и неприятным привкусом. Анализируйте, сколько хорошего в вашей жизни и концентрируйтесь только на положительных моментах. Тогда для плохого не останется места. Цените каждый новый день, ведь вы не знаете, когда будет последний. А теперь забудьте обо всех этих правилах. Нажмите внутри себя на кнопочку «Включить» и просто живите. 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 Текст читал Станислав Иванов Дорогой слушатель, надеюсь, вам понравилась книга. Напишите в комментариях, какие еще книги вы хотели бы услышать. Поделитесь с друзьями и родными, и, конечно же, подпишитесь на наш канал, если еще не сделали этого, чтобы не пропустить новинки. Желаем вам всего наилучшего и надеемся, что наши книги изменят вашу жизнь в лучшую сторону. Субтитры создавал DimaTorzok